Лето, пара отпусков. Кто-то проведет его за границей, кто-то в регионах России или на даче. Как сэкономить на роуминге и получить недорогую, но качественную связь за городом? И как не потерять на платном контенте? Об этом и не только. Поговорим с Ириной Лебедевой, директором по маркетингу компании Wimple.com бренд Beeline. Приветствую вас, Ирина. Добрый день. Вот по итогам майских праздников клиенты Beeline стали говорить по телефону в роуминге в два раза чаще. Как вам кажется, а насколько увеличится активность летом? Я надеюсь, что еще в несколько раз. Мы действительно отмечаем и очень довольны майским сезоном, как он прошел, то, что наконец-то мы смогли предложить клиентам такие тарифные предложения, которые не ограничивают их в объеме потребляемых услуг. То есть люди действительно смогут полноценно делиться своими впечатлениями приятными, с близкими, друзьями, о том, как они весело проводят, соответственно, свой отпускной сезон. А как кризис вообще сказывается на потреблении пользователей? Вот есть что-то, чем стали пользоваться чаще, а от чего-то отказались вообще? Из того, что видим, в первую очередь, безусловно, количество международных ромеров сокращается. То есть количество людей, которые выезжают на отдых за рубеж, по сравнению с прошлыми майскими праздниками, примерно на 25% уменьшилось. На 19% активнее поехали в этот же период времени отдыхать по каким-то субъектам Федерации в России. Вы что-то для Крыма предложили в этом году, он будет очень востребован. У нас нет там своего представительства, но опять же, как бы с теми операторами, которые предоставляют услуги связи в Республике Крым, мы находимся в переговорах по поводу снижения тарифов и надеемся, что в разгар роумингового сезона наши клиенты получат крайне выгодные предложения. Тогда, может быть, конкретнее, что предлагает Билайн путешественникам, дачникам на сезон лета 2016? Клиенты в большинстве популярных стран будут разговаривать, получать звонки, либо звонить сами по единой цене всего 10 рублей за минуту разговора. То есть если вы начинаете пользоваться мобильным телефоном, решили позвонить, я не знаю, маме, бабушке, подруге и так далее, соответственно, как бы открывается пакет, который предоставляет вам в популярных странах Европы это порядка 20 минут предоставляется по 10 рублей. И в странах СНГ, если, например, ваш отдых пройдет в Белоруссии, пакет составит 10 минут. Если вы выйдете в интернет, начнете пользоваться мобильным интернетом, откроется пакет, мы предоставляем 40 мегабайт за 200 рублей, то есть цена мегабайта 5 рублей получается. Мы видим, что количество пользователей интернета в роуминге у нас неуклонно растет, мы сделали это выгодное предложение первыми на рынке. Раньше цена на мегабайт, это было совершенно ужасно, вспоминайте, как бы кошмарные годы, составляла и 900 рублей. Несколько лет назад мы изменили принцип тарификации, мы смогли договориться о новых выгодных контрактах с нашими роуминговыми партнерами, прогарантировав, что мы дадим больше объем, естественно, услуга для клиентов, и за счет этого все окажутся в плюсе. Сколько вообще сейчас клиентов в Мпелкома, Билайна? Порядка 60 миллионов. А сколько тогда пользуются из них пакетными тарифами? Примерно 40%. То есть достаточно уверенным темпом растет количество пользователей пакетных тарифов, все большее количество клиентов выбирает для себя такой тип тарификации. И что для нас очень важным параметром является, это насколько клиенты довольны. Мы измеряем так называемый наш показатель сервиса, когда мы опрашиваем клиентов по СМС, довольны ли они тем тарифным предложением, насколько они выгодным его считают. Так вот, у клиентов, которые выбирают для себя тарифные планы, все, пакетные тарифные планы, удовлетворенность в два раза выше, чем у тех, кто платит поминутно, поскольку, конечно, стоимость минуты, мегабайта внутри пакета, это уже номинируется в копейках. Для дачников есть что-то интересное? Ну вот прелесть пакетных тарифных планов в том, что, в принципе, заморачиваться вообще не надо. На дачу поехали или, например, в соседнюю область или просто путешествовать по России, большинство пакетных тарифных планов подразумевает, что в этот единый пакет уже включены весь максимум услуг для того, чтобы свободно общаться по всей России. То есть как в Москве, так и... Так и в Москве, так и за ее пределами. А связь? Вот где-то в какой-нибудь деревушке? У нас активно запланирован рулаут, который мы делаем все последние годы, когда скорость на даче уже сопостаём с домашним интернетом. То есть идеальная картина мира для нас, с которой мы сейчас стремимся прийти, это чтобы пользователи и на даче пользовались активно мобильным интернетом, употребляя тот вид контента, который для него привычен. Не так давно были опубликованы отчётности, причём по всем мобильным операторам. Вот у вас выручка изменилась по сравнению с прошлым годом? Что касается год-года, то с учётом экономических ситуаций, которые сейчас происходят в стране, мы рады отметить, что выручка у нас в объёме осталась на том же самом уровне. То есть мы примерно в тех же объёмах остались. Мы отлично переросли с точки зрения дата стрима, то есть это мобильный интернет, как я уже говорила. Клиенты всё больше начинают пользоваться интернетом своего мобильного телефона, и процент роста выручки по мобильному интернету более 15% составил уже. А что вообще ждёт рынок виртуальных операторов? Я думаю, что его ждёт развитие активное, поскольку всё-таки все заинтересованы и клиенты, и государство в том, чтобы конкуренция на рынке усиливалась, и, соответственно, предложения для клиентов становились всё более привлекательными. Поэтому сейчас появляются всевозможные предложения партнёрские на МВНО-схеме для различных групп клиентов. В частности, компания «Вампилком» запустила не так давно этнобренд «Симсим» для клиентов-мигрантов, для того чтобы сконцентрировать под одним брендом все услуги, которые были бы интересны клиентам данной группы. В марте «Билайн» был лидером по чистому притоку клиентов. Как вам удалось получить эту первую строчку, и дальше так ли будет? Основным позитивным фактором последних результатов послужило то, что мы запустили несколько очень интересных тарифных предложений. В частности, мы запустили семейные предложения, когда клиент может подключить всю свою семью, а платить всего с одного счёта. Таким образом, экономия клиентов большинства достигает 50%. То есть, например, в большинстве регионов России мы предоставляем возможность за 500-300 рублей подключить до пяти членов семьи и не иметь никаких больше экстрорасходов. И мы рады отметить, что всего за несколько месяцев по итогам запуска количество семейных клиентов в нашей базе, которые воспользуются этим предложением, уже превысило 1 миллион. Второе наше прекрасное предложение – это конвергент. Когда всего за 1 рубль в месяц мы предлагаем клиентам воспользоваться домашним интернетом и телевидением от «Билайн». За 2,5 месяца запуска к данному предложению уже присоединилось более 100 тысяч клиентов. И благодаря, собственно, этим инициативам мы видим устойчивый и положительный прирост аппортации клиентов к нам. Если говорить об услуге переноса номера, как быстро всё это происходит? Потому что вот некоторые жалуются, что это длится какое-то время, не то, которое было обещано. Процедура длится, как правило, у 95% клиентов. Именно в заявленные нормативом сроки бывают какие-то индивидуальные особенности. И, разумеется, оператор всегда оказывает, которому портируется клиент, максимальное содействие, чтобы это всё прошло максимально гладко. Но в любом случае всегда, когда клиент решает портироваться, ему предоставляется временная сим-карта, и он всячески идентифицируется и так далее. Да, безусловно. То есть это очень важно, сделает ли клиент этот переход максимально комфортным и безболезненным. Еще один болезненный вопрос хочу обсудить. Это подключение каких-то услуг, подписок, платного контента. Как обезопасить себя от этого случайного подключения? И должен ли оператор информировать, что у тебя подключена такая услуга? Мы информируем клиента обязательно обо всех таких ситуациях. Но, в принципе, если этот клиент обслуживается с нами, то такого кейса, в принципе, даже случиться не может. Даже если вы ходите в социальные сети, видите там какой-то баннер, там предлагается отправить картинку и так далее, или надо ввести номер телефона, мы обязательно пришлем клиенту подтверждение. Вы уверены, что вы хотите подключить услугу стоимостью такой-то, такой-то? То есть мы информируем и о стоимости услуги, и о порядке и так далее. И только получив дополнительное подтверждение клиента, мы сделаем это действие. То есть это называется услуга АОК. Она автоматически раскатана на всех клиентов. Для нас важно, чтобы клиент понимал, за что он платит. Ну, как в банке, да, когда, допустим, вы проводите какую-то операцию, вам приходит подтверждение, подтвердите, там, введите код о том, что эта покупка совершается вами. Здесь по аналогичному принципу мы действуем и недоподключаем клиентам платные услуги. А если вдруг не было сообщения, но вдруг не пришло, можно ли вернуть как-то списанные деньги? Безусловно, мы возвращаем деньги, по каждому выявленному случаю, мы возвращаем деньги как клиента, предъявляем штраф компании, которая оказала некачественную услугу, и выявляем после этого цепочку всех клиентов, даже не обратившихся к нам, которые могли пострадать в результате недобросовестных действий контент-провайдера. И возвращаем по всему списку, не дожидаясь обращения клиента. В принципе, мы можем сказать, что за последний год количество обращений, претензиозных по данной тематике, в Ampel.com снизилось в 8 раз. В народном рейтинге мобильных операторов-банкеров вы занимаете первое место. Вы ответили на 10 тысяч вопросов и запросов клиентов. Это о чем говорит? О том, что к вам много вопросов, или вы такие клиенты ориентированные? Я думаю, скорее, о втором. Я хотела бы думать. Но прежде всего для нас важно мнение каждого нашего клиента. Мы не только отвечаем на форумах, безусловно, клиентам, но и постоянно опрашиваем нашу клиентскую базу об удовлетворенности нашими сервисами. Количество смс-опросов по показателю сервиса, насколько клиенты удовлетворены, что мы еще могли бы сделать, каких видов услуг от нас ожидают, превышают десятки миллионов в год, когда мы, собственно, получаем обратную связь от клиентов и корректируем наши действия, разрабатываем дизайны новых предложений уже с учетом мнения наших клиентов. Клиенты для нас – это необходимый источник получения информации, о том, что делать дальше. Именно ориентируясь на ожидание рынка, им можно это удовлетворять. Нельзя закрыться в домике и думать, что вы все знаете сами. Чувствуете ли вы конкуренцию с УТИС сервисами? Насколько она сильна? Например, количество клиентов WhatsApp в России сейчас составляет порядка 30 миллионов клиентов уже пользуются WhatsApp. Но здесь мы стараемся смотреть сразу в двух направлениях. Прежде всего, количество пользователей 2G-телефонов, которые не поддерживают дату, к сожалению, по-прежнему велико в России. А сколько их примерно? Ну, где-то около половины примерно клиентов. Несмотря на то, что сейчас в объемах продаж примерно 70% устройств, которые продаются, это уже телефоны с поддержкой 3G, 4G. И сама категория 4G-устройств активно дешевеет, поэтому мы надеемся, что их будет продаваться все больше. И несмотря на то, что покупательская способность снижается, все-таки люди себе смогут позволять менять телефоны. То есть для мобильного оператора, как правило, OTT-сервисы являются первыми, которые ставит себе клиент, предустанавливает, а которым начинает пользоваться, после того, как он переходит на смартфон. И для нас это позитивно, потому что, значит, клиент начинает пользоваться мобильным интернетом. И если он начинает пользоваться мобильным интернетом, его, соответственно, количество объемов услуг, которых он потребляет, перерастает. Поэтому здесь основная история не в конкуренции, наоборот, а в том, чтобы сделать какие-то дополнительные value для клиентов, продолжить. Мы, в частности, были первым и пока единственным оператором в России, который заключил, наоборот, партнерство с компанией WhatsApp. И мы предлагали бесплатный и безлимитный трафик на WhatsApp. Всем нашим клиентам достались довольны результатами этой акции. То есть вас не пугает, что люди начнут просто говорить по WhatsApp, я имею в виду телефонные звонки? На текущий момент нет. Это не является таким полноценным субститутом. То есть люди не отказываются от голосовой связи. Как правило, они начинают более активно разговаривать. Идет такое общее увеличение. То есть как только снимаются барьеры, и человек видит, что он может выгодно общаться, как правило, увеличивается юсач по всем направлениям, увеличивается потребление по всем направлениям. То есть начало использования OTT стимулирует большее использование других мобильных сервисов. После того, как устанавливается WhatsApp, у данных типов клиентов, как правило, более активно идет потребление всевозможных и поисковых сайтов, и новостных лент. И дальше они потом переходят в тяжелую категорию контента. Это, наоборот, стимулирует развитие клиента. Поэтому в данном случае есть и много позитивных моментов, которые можно пытаться использовать. Раньше символом Билайна была только пчела, а теперь появились акулы, енот. Как это сказывается на динамике продаж и на лояльности клиентов? Билайн – это один из самых эмоциональных брендов России. И для нас, безусловно, очень важно поддерживать вот эту эмоциональную привязанность клиентов. Поэтому мы стараемся всегда находить какие-то интересные элементы для нашей рекламы, для коммуникации с клиентами, в виде которой будет приятно продолжать пользоваться нашими услугами, общаться с брендом и контактировать с ним. Мы яркий и молодой еще бренд в сравнении со многими другими отраслями, поэтому как-то стараемся сохранять драйв и позитив в коммуникациях. Спасибо, что нашли время ответить на наши вопросы. Я желаю вам только удачи и тогда новых каких-то образов. Спасибо. 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 Спасибо.